Время новостей на 12-м канале в студии Тензеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. Не попить, не помыться. 11 омских домов остались без воды и частично без отопления. Это уже вторые сутки пошли. Мог ли ремонт водопровода стать причиной засухи? 200 из 200 в 17-й городской больнице сегодня празднуют маленькую победу. Кислородом оснастили все койки. Кислород нужен постоянно, особенно первое время. Теперь пациентам с серьезным поражением легких не придется дышать по очереди. Он должен был удивлять людей архитектурными изысками, но в процессе постройки их лишился. Дома культуры имени Молунцева 55. В какой из европейских столиц есть здание-близнец Омского дворца? Баскетбол впервые в прямом эфире. Это очень поможет дальнейшему развитию баскетбола в Омске. 12-й канал в честь 55-летия баскетбольного клуба «Нефтяник» покажет все домашние матчи, когда смотреть первую игру. Из сладких снов в Большереченском зоопарке уснула медведица Кроха, когда остальные косолапые впадут в спячку. Есть в наличии 120 тысяч упаковок лекарств. Сегодня поступили в регион. В основном это противовирусные препараты. Есть также и запас антибиотиков. Предполагается, что этого хватит на месяц. Но фармацевты уверяют, поставки продолжатся. Уже сегодня новую партию распределят в 12 аптек города. В районной области препараты поставляют каждую неделю по графику. Так, например, в ближайшие два дня медикаменты отправят в аптеки Тарского и Сидельниковского районов. Напомню, губернатор Омской области Александр Бурков в начале ноября напрямую обратился к производителям лекарственных препаратов, чтобы наладить поставки в аптечные сети. При этом фармацевты призывают омичей не закупаться впрок, чтобы не создавать дефицит и не лишать действительно нуждающихся возможности купить необходимый препарат. Антибиотики однозначно будут отпускаться только по рецептам, выписанным врачом. А противовирусные препараты относятся к безрецептурному отпуску. Ограничения у нас только рекомендательный характер носит. Пожелание такое, чтобы не создавался ажиотажный спрос, чтобы не было паники. Лекарственные препараты есть в наличии, поступают у нас ежедневно в нашей аптеке. Поэтому в разумных количествах, не более того, что требуется для одной семьи. Рецепты фармацевты по-прежнему будут оставлять у себя. Кроме того, бланк должен быть заполнен правильно и на латыни. Напомню, выписывают не конкретный препарат, а средство с определенным действующим веществом. Стала известна дата заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Оно состоится в эту пятницу. Вероятнее всего, разговор пойдет о продлении масочного режима и об усилении ограничений. Так, а мечи рискуют остаться без корпоративов. Провести новогоднюю ночь в ресторане, вероятно, тоже не получится. На отмене банкетов настаивает Роспотребнадзор. Свою позицию глава ведомства и намерена звучит на очередном заседании регионального оперштаба. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки работу ресторанов в новогоднюю ночь уже запретили в Москве и ряде других регионов. Отменить праздничные корпоративы планируют и в Омске. Под запрет может попасть и услуга «Дед Мороз по вызову». При этом отменят ли праздничные гуляния на улице, пока неизвестно. Татьяна Голикова на совещании с президентом назвала Омскую область в числе регионов самой высокой в России занятостью коечного фонда, выделенного для больных коронавирусом. Такая же ситуация сложилась еще в девяти областях. В ковидных госпиталях занято больше 90% коек. Владимир Путин попросил дополнительно помочь этим регионам. А Голикова призвала руководителей субъектов в самое ближайшее время принять дополнительные меры безопасности. В регионах, где они были введены, распространение COVID-19 постепенно стихает. Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, но она под контролем. Все это мы уже пережили весной. С 1 октября суточный показатель по заболеваемости увеличился в 2,5 раза. Сегодня в Омской области, например, снова антирекорд 232 новых случаев заражения. Самая высокая заболеваемость в Карелии. Омск в пример поставил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он рассказал, в 15-й городской поликлинике из 15 врачей работают 8. Успевать на вызовы стали лишь после того, как региональное правительство выделило машины для терапевтов. И, кстати, о врачах. С ноября медработники, которые работают с коронавирусом, будут получать новые выплаты. Их рассчитают, исходя из количества смен. Поощрят и студентов, которые помогают в больницах. Путин отметил, регионы медленно осваивают деньги, выделенные федерацией. Это непозволительно. Главы регионов должны обеспечить бесплатными лекарствами амбулаторных больных. 200 из 200 в 17-й городской больнице сегодня празднуют «Маленькую победу». Кислородом оснастили все койки. Теперь пациентам с серьезным поражением легких не придется дышать по очереди. Больные сюда поступают в основном по скорой. В ноябре в стационаре оборудовали 90 дополнительных мест. И сегодня кислород подключили к последним 16. Анна Черных пообщалась с пациентами и увидела, как монтируют новые точки. Оксана Бородина поступила в стационар неделю назад. Высокая температура, слабость, кашель, одышка. То, что это коронавирус, девушка поняла сразу. Говорит, ни с гриппом, ни даже с пневмонией, которую подхватила пару лет назад, ковид-19 не сравнится. Пациентку сразу же обеспечили кислородом. Дышать в лечебных целях до сих пор приходится по 16 часов в сутки. В одном положении лежа на животе. Впрочем, Оксана говорит, это куда лучше, чем бороться с вирусом за каждый вдох. Вот иду, все, два буквально вдоха и прям вот падаю. Вот прям невозможно. И температура 39, и в голове как будто вот сейчас все взорвется. У вас сколько поражений? 25, но для меня это очень тяжело было. А с кислородом как? Что меняет? Ну, конечно, полегче. Да, и легкие. Вот мы лежим, раскрываются. То есть очень хорошо помогает. В городскую больницу номер 17 пациенты поступают в основном по скорой. У большинства поражений легких 50%. Впрочем, врачи говорят, состояние больных зависит даже не от этого, а от наличия хронических заболеваний. Ишемическая болезнь сердца, ревматоидные артриты, сахарный диабет. Последний диагноз – самый распространенный и самый опасный. Пневмония у таких пациентов протекает гораздо тяжелее. Кислород нужен постоянно, особенно первое время. Поэтому вот они сами говорят, что пока лежу – ничего. Ну, чуть встал – и уже все, слабость. Мы понимаем, страдают легкие, значит, меньше кислорода. В крови идет гипоксия ткани, гипоксия мозга, гипоксия сердца, печени. То есть кислородное голодание. Вот тот, когда попадает под кислород, в принципе, в течение ближайшего времени они уже все отмечают улучшение общего состояния. В ноябре в городской больнице номер 17 увеличили коечный фонд со 110 до 200 мест. Но чтобы подключить к кислороду все, потребовалось время. И вот сегодня здесь оборудуют последние 16 точек. В этой палате лежат 4 человека. Кислородом оборудованы только 2 койки. Так что пациентам приходится дышать по очереди. Сегодня проблема будет решена. Специалисты оборудуют кислородом оставшиеся 2 места. И людям больше не придется дышать по расписанию. Уже сегодня в каждой палате кислород будет литься рекой. И даже на время работ перекрывать его пациентам не стали. Где-то очень много пациентов, которых невозможно отключить, перевезти. То есть это неудобство монтажа и так далее. Ну приспосабливаемся, договариваемся. То есть где-то ждем и работаем. То есть нам без разницы хоть днем, хоть ночью. Лишь бы дали возможность работать. А пока специалисты устанавливают оборудование, главный врач проводит обход. Рассказывает, еще неделю назад сама лежала здесь с 30-процентным поражением легких. Так что уверяет, как чувствуют себя пациенты, знает не понаслышке. И старается как можно больше времени уделить каждому из них. Такая строгость во благо. Это понимают пациенты, которые буквально наперебой хотели дать интервью и сказать докторам и медсестрам огромное спасибо. Поделиться тем, с какой невероятной чуткостью и вниманием относятся к ним медики. И наша съемочная группа предоставила им такую возможность. Я обычный простой человек, но отношение, знаете, как к английской королеве. Вот просто замечательно. Я хочу этим людям, которые вытаскивают нас из этого болота, из этой страшной болезни, рискуя своим здоровьем, рискуя своим, ну не знаю, самым дорогим это здоровьем, конечно, и временем, и всем. Я желаю им огромного здоровья и просто вот всего самого наибольшего. Анна Черных, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Система здравоохранения постепенно приходит в норму. Такой вывод сделал губернатор после посещения единого центра госпитализации пациентов с коронавирусом. Информация об этом появилась на странице Александра Буркова в Инстаграме. Работу службы, которую открыли на базе станции скорой помощи, глава региона оценил вместе с новым министром здравоохранения Александром Мураховским. Бурков отметил, сейчас здесь трудятся 9 человек. Сотрудники на связи с врачами и диспетчерами скорой помощи. Как отмечают сами специалисты, за последнюю неделю ситуация значительно улучшилась. Сократилось время ожидания компьютерной томографии, увеличилась скорость обслуживания одного вызова. Количество мест для госпитализации тоже увеличилось. У больниц больше не скапливаются очереди скорых. Александр Бурков отметил, это верный признак того, что система постепенно приходит в нормальное состояние. Также глава региона отметил, на службе скорой помощи сейчас колоссальная нагрузка. Если раньше на вызовы ежедневно направляли 95 бригад, то сейчас 17 экипажей могут выпадать. Это связано с болезнью самих медиков. Однако, несмотря на это, в правительстве делают все возможное, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи. 11 тёмских домов остались без воды. Всему виной коммунальная авария. Почти двое суток многоквартирные дома на Харьковской и Кирово были без водоснабжения. Кроме того, отключения коснулись и административных зданий. Так, из-за отсутствия воды сегодня не работали 142-я школа и 23-й детский сад. Как выяснилось, накануне по улице Харьковской ремонтировали водопровод. Работы завершили в тот же день, но воду жители нескольких домов увидели только буквально полчаса назад. Произошло повреждение сетей диаметром 300 мм. Это перелом с трещины на чугунном трубопроводе. Мы приступили с утра к устранению повреждения. На месте работают две бригады специалистов, три единицы техники. Всю работу мы планируем закончить до 20 часов и подать людям воду. Но с утра, чтобы была обеспечена подпитка людей водой, были направлены две автоцистерны. Амичей предупредили об опасном осложнении при коронавирусе. Инфекция повышает риск образования тромбов. Это, в свою очередь, может привести к инфаркту миокарда, инсульту, легочной эмболии. Как отмечают врачи, в группе повышенного риска находятся те, у кого болезнь протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме. Чтобы вовремя поймать осложнения, связанные с закупоркой сосудов, врачи в больницах проводят специальные исследования. Пациентам из группы риска назначают так называемые антикоагулянты. Это препараты, которые препятствуют образованию тромбов. Но назначать их должны только врачи. Конечно, они необходимы тогда, когда есть реальная угроза, реальный риск формирования тромбов. То есть, вовсе не для профилактики всем. И уж, конечно, прием таких препаратов, которые относятся к рецептурным, должен проводиться врачом-специалистом, наблюдающим пациента. Потому что бесконтрольный прием препаратов чревает другую сторону медали. Собственно, для чего эти препараты назначаются? Повышается риск кровотечения, любой локализации. Чаще всего это кровотечение желудочно-кишечного тракта. Ушли в онлайн. Дельфийские игры 2020 состоялись. Но все конкурсные работы комиссия оценивала только с экрана мониторов. Кстати, свое название игры получили из-за места зарождения города Дельфы. Состязания там устраивали в честь Аполлона, бога гармонии и покровителя искусств и мус. Больше полутора тысячелетий игры были запрещены. Вернулись только в 1927-м, что примечательно, тоже в Греции. 15-летняя Амичка создала из глины свою сказку и завоевала золотую медаль. Подробности у Никиты Гайдаша. Когда родные стены помогают. В этом маленьком кабинете, заставленном работами юных творцов, Ева и создала свой сказочный сосуд. Семичасовой процесс снимали на видео. Ведь именно так можно было удаленно представить свою работу. На суд комиссии отправился укороченный вариант всего на 7 минут. Все эти труды и принесли девочке золотую медаль. Победительница первых онлайн-дельфийских игр сегодня звезда омского телевидения. Ева признается, что общение с журналистами и съемки тоже принимает за подарок. Для меня, тем более в плане керамики, это большое достижение, большой шаг вперед. И мотивация делать и создавать новые работы. Тема была «Лесная сказка», и поэтому у меня ассоциируется с русскими народными сказками, которые, ну, я думаю, многие знают, например, сказки Пушкина. И, ну, то есть в основном должен быть, я думаю, лес. Свистулька появилась на Руси, если верить истории, в 10 веке и выполнена по всем канонам. Эдакая сосудообразная флейта. Кстати, и на классическом инструменте Ева умеет играть и планирует продолжить обучение. Сама Ева очень аккуратная, очень творческая, очень она развивающаяся как личность и очень требовательная к себе. И она даже обрадовалась, что это будет в своих стенах, что ее никто не будет трогать, никто на нее смотреть. Она будет сама с собой вот это вот все создавать. Каждому уроку Ева готовит множество эскизов и тщательно прорабатывает каждую мелочь на глине. Карантин стал настоящим испытанием. Даже ждать открытия школы девочка не стала. Начала заниматься дома. Родители у нее, мама загорелась тоже керамикой, и она теперь приходит к нам в группу взрослых и тоже лепит. В свои 15 лет Ева знает различные техники. Жгут, работа с пластом, выдавливание формы изнутри. Конкурсная работа, кстати, выполнена из одного большого куска глины. Крепились только декоративные элементы. Сосуд еще надо раскрасить. Глазуровать, как говорят мастера. Но без присмотра взрослых это делать опасно. Специальные краски токсичны. Поэтому займутся этим вместе с педагогом на следующем занятии. Никита Гайдаш, Анастасия Вишова, Денис Лопарев, 12 канал. Мы все с малых лет его знаем, всюду желанный он гость. Сегодня день рождения отмечает Дед Мороз, главный зимний волшебник, один из самых загадочных персонажей. О его возрасте споры идут до сих пор. Одни считают, что чародею уже несколько тысяч лет. И это похоже на правду, если верить в теорию, что прообраз Мороза Ивановича – древнее славянское божество. Другие же уверяют, дедушке почти 83. Официальным атрибутом новогоднего праздника он стал в эпоху Советского Союза. Ну а в 1999-м родину Деда Мороза признали Великий Устюг. И теперь именно там, по традиции, 18 ноября проходят шумные гуляния. Поздравить российского чародея приезжают даже зарубежные коллеги Санта, Йолу Пуки и Пер Ноэль. Обычно в конце праздника виновник торжества зажигает огни на большой елке. И с этого дня люди начинают готовиться к самой волшебной ночи года. И вот что еще покажем. Приметы зимы. В Омске начались проверки дворов. Уборка должна осуществляться в течение суток после окончания снегопада. Куда обращаться, если снег и наледь, так никто и не почистил. Он должен был удивлять людей архитектурными изысками, но в процессе постройки их лишился. Дома культуры имени Малунцева, 55. В какой из европейских столиц есть здание-близнец Омского дворца? Баскетбол впервые в прямом эфире. Это очень поможет дальнейшему развитию баскетбола в Омске. 12-й канал в честь 55-летия баскетбольного клуба «Нефтяник» покажет все домашние матчи. Когда смотреть первую игру? Не убрали снег, получите штраф. В Омске начались рейды по дворам. Сотрудники администрации смотрят, как управляющие компании убирают придомовые территории от снега и наледи. Казалось бы, снег выпал не так давно, а уже нашли около сотни нарушений. В основном виновники – это мелкие предприниматели и сотрудники управляющих компаний. Кто следит за работой обслуживающих организаций, куда обращаться в случае нарушений, Никита Смирнов знает. У Алексея Сазонова сегодня много работы. Нужно очистить от снега почти 4000 квадратных метров территории. После ночной метели двор на Маркса 38 буквально завалило. Впрочем, это не проблема, шутит дворник. Уборка на свежем воздухе бодрит. Самая первая очередь – крылечки. Вот только далеко не все управляющие компании и сотрудники так ответственно подходят к своим обязанностям. В этом уже убедились проверяющие. Только с начала ноября в Омске уже 73 организации получили предписание о нарушении правил уборки снега. Дворовая территория убирается управляющими организацией в границе сформированного земельного участка. При этом, если земельный участок не сформирован, либо сформирован по границам многоквартирного дома, то убирается по этажности. До четырех этажей 5 метров, пять и выше этажей 10 метров. Уборка должна осуществляться в течение суток после окончания снегопада. А вот вывозить убранный снег со дворов разрешено в конце зимы, если сугробы не мешают движению транспорта и пешеходов. Но складировать его можно только в специально отведенном месте. Если управляющая компания не убирает территорию в обозначенной законом сроке, собственники вправе обратиться в окружную администрацию или жилищную инспекцию. Нарушители могут наказать солидным штрафом до 100 тысяч рублей. А это уже советский округ городок Водников. Из года в год на улице Вторая дачная Скорска от наледей и снежных заносов тротуар никто не убирает. И в чем в виде не находится этот участок пешеходной зоны, до сих пор остается загадкой. Предприниматели очищают пятачки в границах своего крыльца, но дальше дело не идет. Искать ответственных за уборку второй дачной будут специалисты Департамента общественной безопасности. Мэр города Оксана Фадина поручила отслеживать места, где горожане часто травмируются, чтобы можно было принять меры. Мы организовали взаимодействие с Минздравом. Они нам в оперативном порядке через ЕДДС передают информацию о травмированных. То есть, когда в больницу поступает травмированный, мы определяем, на каком он участке, оперативно, с округами эту информацию отрабатываем. Обозначить опасные дорожки и тротуары можно и самостоятельно. Например, оставить сообщение на сайте мэрии. Можно написать в социальные сети администрации города. Ну или позвонить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы. Никита Смирнов, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Морозы точно не страшны. Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону. Документ подписали специалисты Ростехнадзора после проверки всех городских ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и управляющих компаний. Все замечания устранены. А это значит, что Омск готов к самым серьезным погодным испытаниям. И даже в морозы в домах и квартирах будет тепло. Напомню, отопительный сезон в городе начался в этом году, 22 сентября. Готовы в Омске отвечать на звонки. Студенты-медики пришли на помощь в единый колл-центр по вопросам пандемии. Горячая линия открылась в регионе еще месяц назад. И с каждым днем туда поступает все больше звонков. Сегодня помогают отвечать на звонки 59 волонтеров из медицинского университета. Ребята работают посменно. Сама же горячая линия круглосуточна. Даже если дозвониться сразу не удалось, специалисты обязательно перезвонят, чтобы ответить на все вопросы. Каждый звонок мы разбираем. Где-то удается решить проблему человека прямо в ходе телефонной беседы. Где-то мы переключаем на поликлинику. Где-то мы звоним в скорую помощь. То есть наш единый колл-центр – это один из рычагов решения вопросов для людей. Он нужен был и детям, и взрослым. Главные достопримечательности Сталинского района, ныне Советского округа, Центру притяжения жителей поселка Омских заводов. Сейчас городка нефтяников. Дома культуры имени Молунцева – 55. Он должен был удивлять людей внушительными колоннами. Но после заседания с участием Никиты Хрущева все архитектурные излишества демонтировали. Сейчас в ДК в честь юбилея вспоминают советское время. Посетители готовы буквально окунуть в ту эпоху. Денис Жарков прогулялся по самым потайным уголкам дворца. Еще узнал, в какой из европейских столиц есть здание-близнец Омского ДК Молунцева. Дворец культуры ВЭФ в Риге многим мемичам покажется смутно знакомым. И внешне что-то напоминает, и планировка выглядит такой родной. Все просто. ДК нефтяников строился по тому же проекту. Но на волне борьбы с архитектурными излишествами лишился колонн. Их демонтировали и, согласно городской легенде, утопили в РТШ. А чтобы здание не обрушилось, сделали опоры попроще и скрыли их витражами. Эти и другие интересные факты об истории главного культурного центра городка нефтяников на экскурсиях 25 и 29 ноября. Две экскурсии мы подготовили. Дворцовые тайны. Это как раз связанные с историей нашего здания. И пионерский маршрут. Это погружение в атмосферу советского времени. Погружение начинается с выставки «Вернисаж», сделано в СССР. Вот советская фототехника. Есть даже фоторужье, как у Шарика из Простоквашина. А один из экспонатов выпущен в последний день существования Советского Союза. Поднимаясь по лестнице, можно увидеть так называемые советские комнаты, коллекции значков, парфюмы и косметики, денег, бытовой и аудиотехники. Всё из частных собраний сотрудников Дворца искусств. Вызывает большой интерес, особенно у наших юных экскурсантов. Ну а у экскурсантов постарше, умиление, ностальгию. Каждый вспоминает, у меня был такой, я такой видел. И коллекция пополняется. Теперь, когда такой задел получился, оказывается, у каждого где-то что-то хранилось, что-то осталось, что-то было жалко выкинуть. Но стоит, и это никто не видит. А здесь они обрели своё место. Далее настоящая советская школа, где можно вспомнить пионерское детство и попробовать свои силы в чистописании. Увидеть можно и первый в «Нефтяниках» кинотеатр, и, конечно же, концертный зал. Если не считать модернизированной сцены, получившей новое оборудование, здесь тоже всё осталось с советских времён. Зал славится уникальной акустикой. Ещё одно знаковое для жителей нефтяников место — фойе. Здесь когда-то устраивали новогодние торжества. Ёлка стояла в центре, на вращающемся подиуме. Это оборудование давно сломано, но, возможно, его отремонтируют. Дворец искусств ждёт масштабная реконструкция. Проектную документацию разработают в следующем году. Причём уникальный советский колорит планируют сохранить. Денис Жарков, Вадим Насардинов, 12 канал. Особенный сезон. Баскетболистки «Нефтяника» вернулись с выезда и усердно готовятся к домашним матчам. Этот сезон для наших баскетболисток юбилейный. Команда отмечает 55-летие. И в честь такой даты 12 канал покажет все домашние матчи «Нефтяника» в прямом эфире. За подготовкой команды к предстоящим играм следит Пётр Смольников. Семь сезонов подряд баскетбольный «Нефтяник» завершал на призовых местах. Задачи на юбилейный сезон по-прежнему самые высокие. Особенным для баскетболисток он складывается ещё и потому, что им пришлось столкнуться с рекордным по продолжительности межсезоньям и особенностями регламента. Перерыв был очень длинный. И нужно было быстрее восстановиться, разыграть с командой. И было тяжеловато войти в игру. Ну и то, что по одной игре играем, это тоже в новинку. Всегда было по две игры. Ну как-то стараемся, что сразу же настраиваться на одну игру. Второго шанса не будет. Нужно выигрывать. И пока получается. С выезда по маршруту Вологда-Иваново наши баскетболистки вернулись с четырьмя очками из четырёх возможных. Девушки признаются, что им ещё нужно подкорректировать игру в защите и уделить внимание трёхочковым броскам. Впереди у «Нефтяника» встреча со «Спартаком». Начиная с этого матча, «12-й канал» покажет все домашние игры в прямом эфире. Впервые в истории регионального телевидения. Шесть камер. Высокое качество картинки. Спортсменки уже в предвкушении этого события. Мы все этого очень долго ждали. Это было даже как-то неожиданно для нас узнать, что будет нас снимать «12-й канал». И, естественно, это очень поможет дальнейшему развитию баскетбола в Омске. У меня в городе была мужская команда и постоянно с тренировки бежала на игру, чтобы посмотреть, как играют мужики. А тут ещё и женщины. Это гораздо интереснее, зрелищнее. Не знаю, как для мальчишек, но для девчонок я уверена, что заставят пойти в этот вид спорта. Итак, 21 ноября в 16.50 смотрите прямую трансляцию матча «Баскетбольной суперлиги-1» между Омским «Нефтяником» и Петербургским «Спартаком». Наши баскетболистки будут чувствовать вашу поддержку даже через экраны телевизоров. Пётр Смольников, Сергей Никифоров, «12-й канал». Почувствовали приход зимы. В Большереченском зоопарке до весны залегла в спячку гималайская медведица Кроха. Хищница слывёт знатной соней. Обычно она раньше всех засыпает и позже остальных просыпается весной. Её домик в вольере сотрудники зоопарка уже прикрыли сеном, чтобы косолапой было тепло и не мешали посторонние звуки. А вот остальные медведи ещё бодрствуют, но уже не так активны, как обычно. Из берлок выходят только на завтраки и обеды. Иногда ещё могут понежиться на солнце. Но в основном привычным играм в вольерах уже предпочитают лёгкую дрёму. А вот кто действительно пока не готов к спячке, так это гималаяц-малыш. Вообще же впадать в спячку в ноябре для большереченских хищников уже вошло в привычку. Объясняется, тёплой осенью. Несколько лет назад косолапые засыпали в октябре, когда проснуться медведи тоже сказать сложно. А если зима будет холодной, из берлок хищники выберутся только в марте. А если морозы лютовать не будут, проснуться могут уже в феврале. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Клиника «Эксперт» дарит скидки до 40% на комплексные исследования МРТ. Запись по телефону 790414. Лазерные тёрки для пяток, пилочки для безопасного необрезного маникюра, кусачки для жёстких и проблемных ногтей на ногах. Огромный ассортимент маникюрных ножниц. Только с 19 по 22 ноября в ДК Малунцева. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила в толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест 999-222. Спонсор прогноза погоды ООО «Масло-сыркомбинат Тюкалинский». Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Итак, завтра, 19 ноября, в Омске переменная облачность. Температура ночью минус 10-11, днём до минус 12. В районах облачно, без существенных осадков. В ночные часы 11-12 градусов ниже нуля. Днём термометры покажут минус 7-9. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Всё началось с него. Масло, созданное в Тюкалинском районе ещё в 19 веке. Наше масло считалось эталоном вкуса и не имело равных. Сегодня мы производим ещё сыр, творог, сгущённое молоко и другие полезные молочные продукты. А также отвечаем за весь процесс производства. От закупа сырья до появления на полках магазинов. Масло, сыр, комбинат «Тюкалинский». Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. У меня на этом всё. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова